Эй, всем привет! Сегодня мы на заброшке. Дом отдыха Учитель. Всем привет! Мы находимся примерно в 20 километрах от Нижнего Новгорода, в пригородной зоне, которая зовется Зелёный город. И сегодня у нас очередной сталк по заброшкам. Сегодня мы посетим заброшенный дом отдыха Учитель. Вот центральный въезд в дом отдыха. Кругом такой живописный лес сосновый. Погода сегодня отличная, светит солнце, поют птички. А вот это был центральный вход. От него только остались вот эти два постамента. Вот здесь мы видим элементы ворот, трубы, которые уже срезали. Видимо, сдали на металлогон. Здесь то же самое. Идём дальше. И мы видим перед собой два деревянных, уже практически полностью разрушенных здания. Вот, зайдём по-быстрому. Вот, смотрите на этот ужас. Уже полный провал крыши. Стены покоробило. Ну, в общем, всё. Всё тут ясно. Подойдём к следующему зданию, которое стоит напротив. Это было, видимо, какие-то административные здания. Но никак не жилые. И что мы тут видим? Тут тоже видим полное опустошение. Крыша также провалена. И здесь такой же ужас. Ну, а мы идём дальше. Итак, продолжаем идти по главной аллее, если её можно так назвать. Тут тропинка асфальтированная. И видно остатки столбов. Тут вообще полтора метра столб. Ну, вот здесь вот сохранился в первозданном, что называется, виде. И даже с фонарём. Интересно. Идём дальше. Когда-то здесь гуляли люди. Даже не верится. Сейчас вообще всё очень заброшено. Всё поросло деревьями. Вот, мы видим какие-то доски. Вот есть путь налево. И путь направо. Пойдёмте направо. Там вдалеке виднеется какое-то деревянное здание. Да, вот такая здесь местность была красивая. Да, вот здание даже не деревянное, а кирпичное. Но с деревянной крышей. Сейчас мы зайдём, посмотрим, что там. вот какое было большое здание. Да, здание комбинированное. Кирпич. Кирпич. Красный. Судя по всему, покрашенный. Ну, а дальше идёт дерево. Деревянное. Деревянное здание дальше идёт. И вон там мы видим, оно немножко обгорело. Ну что ж, зайдём. Посмотрим, что тут и как. тут уже тоже полный дестрой, разруха. Заглянем в эту комнату. Да, тут всё уже обвалилось. Потолок такой из дранки. Тоже уже осыпается весь. зайдём в коридор. Вот коридор первого этажа. Что из себя представляет? Тут вообще очень жалкое, печальное зрелище. всё навалено. Вот это туалет мужской. Люблю, когда сохраняются таблички. Всё понятно сразу. Так, что у нас дальше? Дальше какая-то комната, которую использовали видимо под склад мебели. ну стоит ли хранить такую мебель? Подумайте. Так, что у нас дальше? Ну тут тоже видимо часть туалета. Пройдём дальше по коридору и посмотрим, что у нас ещё тут интересного. Комната. Тут явно жили отдыхающие. когда-то очень давно. Здесь такая же комната по размерам элементы мебели. Здесь тоже комната для отдыхающих. Мебели нет. В общем, комнаты похожи. Ничего здесь такого нет. Пройдём дальше по коридору. И мы подошли к обгоревшей части здания. Вот как она выглядит. Печально. Видно лес. И соответственно крыши нет. Видно небо. заглянем ненадолго сюда. Тут у нас тоже мебель. Если её можно так назвать. Ну и здесь тоже самое. Комната, но без мебели. Вот такая вот ситуация здесь в этой комнате. Кто-то заботливо поставил раму к стене. Идём дальше. как бы ещё не заблудиться в этих катакомбах. Так. Вот здесь вот опасно. Пол может провалиться. Шагаем и перешагнули. Так. Что мы здесь видим? Здесь какой-то пристрой хозяйственный. И соответственный выход из этого здания. вот выход. Я думаю стоит посетить второй этаж. Возвращаемся. Осторожно, конечно. чтобы не упасть очень осторожно перешагиваем и идём дальше. Второй этаж в принципе виден даже отсюда. Вот так вот. Ну и считаю, что надо всё-таки подняться лестнице. Если она, конечно, выдержит. Сейчас всё посмотрим. И вот мы подошли к лестнице. Вот в таком печальном состоянии находится эта лестница. поднимаемся. Осторожно. Вообще всё навалено. вот у нас второй этаж, где также когда-то жили отдыхающие. Вот окно на улицу и далее идут вот такие вот помещения, где когда-то отдыхали люди. Ну а сейчас посмотрите торчат доски. Давай гляди упадут. Ну и соответственно видно небо. Полная разруха тут у нас. Лагерь заброшен традиционно в начале девяностых годов. Ну по нему и видно. Здесь тоже торчат доски. Смотрите даже деревья растут. Точнее деревья росли на крыше. Крыша упала и теперь эти деревья начинают расти прямо в этой комнате. Да, вот это борьба природы. здесь тоже березки провалились с крыши вот отсюда. И я думаю они начнут расти прямо здесь на втором этаже. Не должны погибнуть. Ну что ж, дальше идти смысла нет. Все одно тоже возвращаемся к лестнице. Скрипит трещит под ногами мусор и вот лестница идет на крышу. Ну что ж, надо аккуратненько подняться и посмотреть вид. вроде бы она внушает доверие. Потихоньку надо забраться. Лестница практически в отличном состоянии. Тут даже замок висит. Очень ржавый. Так, здесь мы видим березки на крыше. Вот они березки, которые проваливаются от времени. О, здесь целый лес берез. Вот тогда поднялись на крышу. Точнее на остатки крыши. И вот она сейчас как выглядит. Вот здесь есть часть крыши, там нет. И в конце видно опять часть есть. Ну и вот какой вид открывается крыша. птички поют, солнышко светит. Все очень красиво. Воздух очень чистый. Ну долго задерживаться не будем. Возвращаемся обратно. Ну что, мы вышли из этого здания и идем дальше по по территории. Возвращаемся на ту же тропинку и на этот раз пойдем от центрального входа налево и посмотрим что там за здание. Вот такая аллея березовая. Асфальтированная дорожка. и мы видим деревянные здания, которые тоже довольно-таки в плачевном состоянии находятся. вот это здание. Непонятно, что это такое было. Зайдем вот сюда и смотрим, что это было какое-то административно-хозяйственное помещение. то есть оно довольно-таки маленькое с элементами обгоревшей мебели. Вот такое небольшое здание. Здесь тоже мебель. И люстра. Идем обратно. дверка маленькая. маленькая. Уходим на улицу и идем вдоль здания. все жутко заросло. Приходится буквально продираться после этих зарослей. природа конечно же побеждает. Вот заглянем сюда окно. Ну здесь полный дестрой. приближаемся к центральному входу в это здание. Вот такое крыльцо у нас. довольно таки красивое. Вот центральный вход. И вот такая резная крыша. Красивая. Ну что ж зайдем на минуточку посмотрим что тут такое. Кто-то заботливо положил дверь чтобы нам пройти. И мы видим все здесь навалено. балка перекрытия уже сползла. И заглянем в ту комнату и пойдем обратно. А то тут находиться очень опасно. А гляди все может рухнуть. Да вот такое здесь помещение. Все таки это продолжение какого-то лечебного корпуса скорее всего. Похоже. гуляет ветер в коридорах краска облупилась потолок вон какой здесь то же самое и возвращаемся обратно все с этим зданием более-менее понятно в каком у нас состоянии быстрее возвращаемся по таким доскам да это был какой-то видимо лечебный корпус судя по такому крыльцу и комнатам комнатам идем дальше все кругом заросло деревья кустарниками никто конечно не ухаживает вот торец этого здания все упало так но мы выходим на какую-то тропинку и попадаем вот к этим двум центральным красивым зданиям тут все тоже заросло вот эти здания пробираемся сквозь кусты сейчас заросло жутко вот это уже здание такое типичное если можно так сказать двухэтажное высокие потолки и вот какая архитектура просто не ожидала ее увидеть вот как красиво и балкончик надо туда обязательно попасть вот какой красивый балкон вообще здание супер вот как оно выглядит обойдем вот здесь красота одним словом ну а здесь мы видим небольшой бассейн или фонтан даже не знаю что здесь было вот такой сейчас конечно же здесь куча мусора ну что входим в это красивое здание я думаю оно главное типа местного дома культуры посмотрим вот здесь вот здесь тут уже хозяйничал элементы такие и входим пока ничего эпического не вижу вот доски под ногами куча мусора входим в эту комнату тут тут у нас холодильник кровать шкаф и еще еще одна кровать тумбочка ну в общем кто-то здесь заседал явно ну что идем дальше обследовать это здание так что мы здесь видим мы здесь видим большую комнату тоже вот с такими архитектурными решениями очень красиво но потолок просто в ужасном состоянии точнее его даже нет вот все видно все небо видно как на ладони и вот такие вот красивые окна арочные конструкции да когда-то здесь было очень красиво построили это здание в середине 60-х годов и вот что мы видим сейчас все упало восстановлению явно не подлежит заходим в эту часть здания так здесь мы видим очень огромную комнату и я вижу что она использовалась как кинотеатр вот мы видим отверстия из которых демонстрировался фильм из проектора и видимо где-то вот здесь вот висел экран ну соответственно вот это вот можно догадаться что на этих стульях сидели люди сейчас они в куче вот эти стульки ряды да это был дом культуры ну а там кто-то уже сделал современную кучу мусора такая мега куча использовал это здание так ну а мы попробуем залезть на балкон и посмотреть вид какой открывается с балкона придется пройти опять сквозь эту груду мусора и досок так мы входим вот здесь вот стрелка у нас нарисована и мы видим дальше вот здесь вот здесь была бетонная лестница вот ступеньки какие были бетонные хорошие но они ввалились вон даже лестница лежит ступенька раскиднут всему полу и кто-то соорудил вот такую импровизированную лестницу деревянную что ж поднимемся конечно же не будем упускать такой возможности так здесь немножко почище земля лежит здесь комната практически пустая обгоревшее дерево вижу дыру в потолке вот выглянем в окно мы видим здание откуда пришли недавно ну и соответственно лес красивый лес так идем сюда здесь комнатка какая-то непримечательная пакеты с мусором здесь примерно такая же комната ну а вот наш балкон вот наш балкон красивый красивый да сложно представить но когда-то здесь находились люди любовались природой отдыхали постройки были новые за ними ухаживали в общем красота была но сейчас что мы видим превратилось все в разруху так вот в том здании мы уже были также были вот в этом здании вот такой вид здесь открывается прямиком на бассейн или на фонтан вот это мне пока непонятно но в любом случае это было очень красиво всем привет из дома до Хурчителя нам остается только отсюда спуститься потому что второй этаж на этом заканчивается вот буквально четыре комнаты и все и балкон и так мы вышли из этого здания которое представляет собой вот такое милое сооружение красивое и идем дальше обходим обходим вот здесь лесная полянка и видим здание одноэтажное по всей видимости хозяйственное хозяйственное заглянем в него конечно это не такое красивое здание как мы посетили но все же не обделим вниманием птички поют все все очень красиво вот это здание в лесу так вот здесь была какая-то деревянная постройка уже полностью разрушена но вот это кирпичное здание стоит так посмотрим что тут ну а тут у нас ничего ну как и следовало ожидать в принципе ну здесь то же самое да это было какое-то хозяйственное здание возможно бани судя по кафельной плитке не знаю угадать не будем ну что ж дальше не пойдем потому что она вообще тут вон в таком неприглядном виде вот разрушенная стена кто-то постарался ну а мы возвращаемся ближе к центру этого дому отдыха учитель ну собственно видно еще вдалеке здание разрушенное небольшое вот туда я думаю нет смысла идти пойдем обратно вот вот здесь вот здесь столб когда-то стоял потом он рухнул благополучно вот такая природа кружает вот вот это здание где мы были собственно мы уже везде были вон там вдалеке я вижу еще одно здание но это единственное пожалуй жилое здание которое осталось от дома отдыха учитель там живут люди вот сейчас мы пройдем и посмотрим людей в таком домике они живут можно обойти кругом сильно надоедать им не будем вот обойдем и выйдем с другой стороны дома конечно же тоже заросло неудобно идти там даже дерево повалено еще медведей не хватало для полной картины так что у нас дальше еще одно здание сейчас мы увидим еще одно здание разрушенное древенчатое видимо там жил персонал этого дома отдыха вот разрушенное здание когда-то здесь жили сейчас крыши нет осталось только стены ну а этот дом где живут люди мы его обошли стороной сейчас немножко приблизимся вот так выглядит полузаброшенный дом где до сих пор живут люди даже что-то посадили скамеечка вот такие окна у них здесь заколоченные досками пленка вот мы вышли к границе дома отдыха и идем по тропинке еще по-моему там одно здание осталось которое мы не посетили вот как выглядит это здание где живут люди ужасно ужасно что что говорить кругом красивая природа ну а мы идем к выходу и у нас еще там одно здание вот мы уже практически подошли к выходу вот в этом здании мы были только с другой стороны а вот следы цивилизации вот такой вот круг стоит вот совершенно непонятно как он здесь очутился но вот эти вот бетонные глыбы понятно это остатки зданий разрушенных но как здесь очутился вот это вот колесо примерно в диаметре 4 метра совершенно непонятно вот оно какое и вон вдали можем видеть здание одноэтажное из красного кирпича с деревянной крышей о я нашел здесь вот под ногами вот такую гильзу очень интересно вот такая вот гильзечка не знаю какого калибра я в этом слабо разбираюсь но вот вот в руке она такая вот здоровая такая вот здоровая откуда она тоже здесь взялась тоже будет загадкой но мы ее брать не будем оставим пусть лежит ну а мы пойдем зайдем вот с торца того здания и посмотрим что там находится вряд ли что-то мы интересное увидим но тем не менее посетить стоит так вот здесь мы спот лестница на крышу и открытая дверь зайдем пока что ничего интересного мусор валяется на полу потолок в отличном состоянии он бетонный даже вон лампочка видна идем дальше здесь кроме мусора ничего нет здание более не сохранилось оно кирпичное сейчас заглянем здесь тупик плитка нам туда не надо идем дальше здесь эта дверь закрыта по-моему было что у нас здесь здесь у нас тоже куча мусора лампочки шкаф холодильный шкаф здесь хранить продукты вот такой он был оборудование соответствующим и здесь шкаф для хранения продуктов так что у нас здесь банки что лишний раз доказывает что здесь что-то продуктовое было здесь тоже куча мусора ну а здесь какие-то импросовки кто-то занимался еще спортом помимо приготовления пищи так здесь тоже у нас шкаф и тупик в этой части здания больше ничего нет идем в следующую часть здания потому что мы не полностью его прошли так мы вышли на улицу и идем к другому входу в это здание потому что мы дошли примерно до середины на улице красота по-прежнему красота поют птички солнышко очень приятно выходить из таких мест на улицу вот здесь мы можем войти через окно двери здесь нет здесь мы видим мусор тоже указатели талалушкин лесной квартал лесной квартал направо нам надо изменить лесной квартал идем направо вот комната где ничего интересного не выглядаем попадаем в эту комнату здесь тоже мусор идем дальше очередная комната с мусором мебели вентиляция ничего нет видим наклейки довольно таки современные ему нет и 20 лет еще но идем дальше вот собственно выход уже дверь которая была немножко закрыта и больше здесь делать нечего возвращаемся тут один мусор возвращаемся вот собственно мы обошли весь дом отдыха учитель приятной была прогулка погода была приятная я с вами прощаюсь до следующих видео следующие видео будут тоже интересны всем пока прощай